Неинвазивная диагностика Драматоскопия – это наше всё, потому что без драматоскопа, конечно, мы на сегодняшний день не можем вести приём и диагностировать или наблюдать пациента, то есть клинических данных недостаточно. Мне бы хотелось сразу перейти и напомнить о том, какие же драматоскопические признаки существуют для немеланцитарных образований кожи. Это несколько таких, я вот так составила здесь этот слайд, сгруппировала, чтобы, наверное, это не все, но основные. То есть немеланцитарное образование кожи, пигментные. Могут быть там в основном, что мы видим при драматоскопии, это и полиморфные крупные пятна, это и пятна в виде велосипедных колёс, в виде кленового листа структуры, и сине-серые шарообразные пятна. Это дискератические поражения кожи, там мы увидим комедоподобные структуры, церебреформные структуры и краеизъеденной молью. И сосудистые поражения отдельным блоком, где мы с вами будем наблюдать лакуны, древовидные разветвляющие сосуды, эрозии, изъязвления, шпилькообразные сосуды. И каждый из этих паттернов будет говорить о том или ином образовании. И хотелось бы напомнить вот такой вот момент, что главным отличием немеланцитарного образования, одним из главных, является отсутствие пигментной сети. Мне бы хотелось, чтобы это тоже запомнили и дерматологи, начинающие онкологи, кто начинает пользоваться дерматоскопом. Потому что если образование пигментное, это не значит, что оно меланцитарное. Потому что часто приходят пациенты, где мы видим, в принципе, простой сиборейный кератоз, который могут назвать и невусом, и совершенно чем угодно. Ну вот здесь на слайде для примера дерматоскопическая картина сиборейного кератоза. Что мы здесь видим? Мы видим на правой картинке такой паттерн, который называется край, изъеденный молью. Мы на двух картинках в центре видим церебреформные структуры, что с большей вероятностью нам будет говорить о том, что это образование немеланцитарное, пигментное немеланцитарное образование. В данном случае сиборейный кератоз. Ну и перейдем к основному такому моменту, который хочется обсудить. Это, наверное, опухоли кожи, которые чаще всего встречаются в практике онколога и дерматолога, которые мы видим на приеме. Это базально-клеточный рак кожи. В первую очередь это эпителиальная опухоль, которая характеризуется активным ростом, инфильтрацией, деструкцией подлежащих тканей и склонностью к рецидивированию. То, что мы видим сейчас на слайде, такая клиническая картина, конечно, она не требует никакой дерматоскопии. Здесь мы клинически видим, что это за образование и понимаем, какая тактика здесь дальнейшая. Но все-таки сегодня тема доклада ранняя диагностика и неинвазивная, поэтому далее будут, естественно, представлены те клинические картины, которые требуют именно дерматоскопии. Что же мы должны увидеть в дерматоскоп, чтобы в дальнейшем поставить диагноз базилиома? Это эрозия, это анастомоза тилена гектазий. Самый главный, наверное, и основной признак, и чаще всего встречающийся, это древовидные сосуды, так называемые, пигментации, колесо со спицами и серо-голубые точки. Для пигментной формы это полиморфные крупные пятна, структуры в виде кленового листа. Наверное, дерматоскопические критерии все хорошо воспринимаются, когда мы видим клинические примеры, потому что просто перечисление, это, наверное, что-то такое не очень ясное. Вот здесь клинический пример, он, наверное, не очень типичный для базально-клеточного рака кожи. Пациентка с образованием узловым на коже спины, наверное, на первый взгляд мы бы и не заподозрили здесь базилиому. Но, воспользовавшись дерматоскопом, мы здесь видим и древовидное ветвление сосудов, и сине-серое шаровидное вкрапление, что дает нам возможность с большой уверенностью сказать, что это базально-клеточный рак кожи. Мы, в принципе, ставим диагноз под вопросом и уже отправляем пациента на дальнейшее хирургическое лечение. На данном слайде тоже узловое образование небольших размеров, и при дерматоскопии мы видим крупные, четко сфокусированные сосуды ярко-красного цвета. Это вот такой из самых основных паттернов для базально-клеточного рака кожи. Далее, очаги изъязвления. Также это небольшое образование, немногим более сантиметра, с шелушением на поверхности. И при дерматоскопии мы видим уже участки поврежденной кожи, которые представлены корочкой желтого или красного или коричневого цвета. Ну и, соответственно, все основные признаки – неровный контур. И не забываем, конечно, про, помимо дерматоскопии, в данном случае пока сейчас я сфокусировалась на этом, и про клинические данные, и про анамнез пациента. Далее, структуры списового колеса. Что же такое? Вот здесь очень хорошо на слайде они представлены. Это линейные структуры сине-серого цвета, которые исходят и с центральной точки, темно-коричневого или черного цвета. Вот мы видим такую картину в дерматоскопии, опять же, с уверенностью можем сказать, что перед нами базально-клеточный рак кожи. Множественные сгруппированные структуры серого, коричневого, черного цвета, которые могут быть размером с небольшую точку, глобулу. Также мы… Эта картина клиническая соответствует базально-клеточному раку кожи, при том, что мы здесь не будем видеть пигментные сети. Это, наверное, самое главное условие. Пигментация серо-коричневого цвета, располагающаяся на границе с окружающей кожей, которая будет напоминать кленовый лист. Также в отсутствии пигментной сети. Потому что если мы в дерматоскоп наблюдаем с вами и видим пигментную сеть, значит, мы не можем это образование отнести к немеланцитарному. Ну, есть и нюансы в работе, как, наверное, и при работе с меланцитарным и образованием. На данном слайде мы видим дерматоскопическую картину немеланцитарного образования. Но гистологически в дальнейшем мы видим, что это неизъязвленная поверхностно распространяющаяся меланома кожи. О чем это говорит? О том, что, конечно, анализ всех паттернов дерматоскопический, он довольно сложный. Нужно иметь большой опыт и просто, как Ольга Игоревна говорила, приложить дерматоскоп, посмотреть и сразу поставить диагноз? Нет, так невозможно. Даже при клинической картине вот такой и дерматоскопической, которая вроде не относится к пиланцитарным образованием, мы видим здесь гистологическое вот такое заключение. Но здесь уже играет роль, конечно, и опыт, и клинические данные, анамнестические. Очень много таких моментов, которые должны насторожить доктора от удаления такого образования лазером или какими-то другими методами, которые не позволят в дальнейшем верифицировать это образование. Ну, на данном слайде это крупные чертно-очерченные округлые структуры или овоидные гнезда. Это тоже классическая картина базально-клеточного рака кожи. Следующая, наверное, по частоте встречаемости для нас, кто работает в основном с кожей для онкологов и дерматологов, это плоскоклеточный рак кожи. Также на этом слайде представлены те образования, которые дерматоскопии не требуют. Это просто напомнить, как это может выглядеть клинически. То есть это пациент, который, конечно, как Ольга Игоревна сказала, мы можем поставить диагноз при входе и не требует дальнейших каких-то других методов диагностики. Здесь это хирургическое лечение, конечно, и дальнейшее лечение, которое необходимо после исследования. Но есть и небольшие образования, при которых мы можем воспользоваться дерматоскопом. И что же мы там увидим? А увидим мы там большое количество, чаще всего, структур, содержащих кератин. То есть это будут вот такие наслоения в дерматоскопе сосуды в виде шпильки и клубочка. Это, наверное, такой достаточно патагномоничный признак для плоскоклеточного рака. И по периферии, на следующем слайде я покажу, эти сосуды видны. Точечные сосуды, шелушение на поверхности и очаги изъязвления. Но очаги изъязвления и кровоизлияния, они, конечно, характерны и для базально-клеточной корсономы, и для плоскоклеточного рака. Вот здесь очень хорошо при дерматоскопии мы видим вот этот паттерн, который называется сосуды шпильки и является патагномоничным для плоскоклеточного рака кожи. Болезнь Буэна. Вот такое образование на коже тоже похожее, наверное, на клинический и дерматоскопический уже не так на плоскоклеточный рак кожи. Но что мы здесь можем увидеть и как мы можем дифференцировать? Это и клубочковые сосуды, которые расположены по всему образованию. И это могут быть клубочковые сосуды в кластерном расположении, по линиям, по периферии. И в комбинации этих паттернов мы уже можем предположить диагноз внутриэпидермальной корсономы. Такое вот образование довольно крупное. И при рассмотрении ближайшим дерматоскопическим мы видим здесь также клубочковые сосуды, которые располагаются по всему образованию, да, скопления этих сосудов. В данном случае с чем мы будем дифференцировать данное заболевание? Это, конечно, и меланома, это и сиборейный кератоз, и атипичный невус, и даже наши дерматологические заболевания, и псориаз. Но здесь, конечно, говорю в совокупности всех клинических симптомов и сбора анамнеза. Кератокантома тоже такое интересное образование, которое относится к немиланцитарным образованиям. При дерматоскопии имеет центральную желтую или коричневую беструктурную массу, которая будет также окружена сосудами-шпильками или белым ореолом. Четких отличий, конечно, между кератокантомой и плоскоклеточным раком по данным дерматоскопии нет. Поэтому, в принципе, если мы такое образование видим, какой-то диагноз четкий плоскоклеточный рак кожи или кератокантома мы поставить не можем. Поэтому здесь, естественно, хирургическое лечение для дальнейшей верификации. Вот такой вот пациент интересный был на приеме с образованием на коже надбровной дуги. Наверное, на первый взгляд клинически могло показаться, что это либо атерома, либо, может быть, какое-то доброкачественное образование. Но после хирургического иссечения мы увидели вот такой вот диагноз. Это плоскоклеточный рак кожи. Что говорит о том, что, конечно, золотым стандартом лечения является хирургическое для образования кожи и никакое другое. Дерматофиброма. Также образование не меланцитарное, доброкачественное. Что мы увидим дерматоскопически? Это пигментную сеть по периферии. Это важно для дифференциальной диагностики этого образования. Это рубцовая депигментация в центре. И эта рубцовая депигментация должна быть достаточно равномерной, чтобы нам предположить диагноз дерматофибромы. Возможны хризолиды, но это большая редкость. И иногда сосудистая сетка по периферии. Вот такие вариации дерматофибромы мы можем увидеть клинические. Ну и дерматофибросаркома. Вот смотрите, дерматоскопически вот такая картина, она совершенно точно отличается от картины дерматофибромы. То, что клинически мы можем предположить, что это не дерматофиброма, это понятно. Ну и клинически самым главным отличительным признаком для дерматофиброма является симптом щипка. Мы знаем, да, при щипковом таком моменте должно быть немножечко небольшое западение в центре. В данном случае клинически эти образования выглядят уже настороженно. Но и при дерматоскопической картине мы видим, что это, конечно, не дерматофиброма. Еще одно образование, которое представляет интерес немеланцитарный, хоть и доброкачественный, потому что иногда мы сталкиваемся с проблемами беспигментной меланомы. И здесь хотелось бы напомнить по поводу сосудистых образований, что мы можем увидеть в дерматоскоп для доброкачественного образования, для гемангиома, потому что таких пациентов много. Какие характерные признаки? Это сосудистые лакуны, отсутствие дополнительных телеангектазий в образовании и по периферии, и явление гиперкератоза. Это классическая гемангиома перед нами. И вот такое же образование, беспигментное, менее одного сантиметра, которое при дерматоскопии нас насторожило тем, что мы здесь видим хризолиды, и нет совершенно никаких лакун. Конечно, это образование было удобно хирургически, и мы получили вот такой диагноз. Хотя клинически, если бы мы не воспользовались методом дерматоскопии, мы могли это образование, конечно, удалить другим способом, и, конечно, это бы имело другие последствия. Ну и еще хотелось бы показать тоже интересную пациентку, обратилась с жалобами на образование на коже спины, которое существует год. Образование такое клиническое неясное, но и дерматоскопическое оно тоже не очень ясно, потому что здесь нет характерных признаков ни для гемангиомы, ни для других немеланцитарных образований. То есть это какой-то такой вариант серой зоны для немеланцитарных образований. Здесь тоже бесструктурные зоны. И, конечно, это показания к хирургическому лечению. И здесь в результате мы получили вот такой диагноз псевдолимфомы кожи. Вероятность молекнизации образований немеланцитарных. Есть высокая вероятность средняя и низкая. Самая высокая вероятность – это актинический кератоз, кератокантомы и кожный рог. Таких пациентов мы должны наблюдать довольно часто, до 4 раз в год. Ну и такие образования, как папиллометозный порог развития, неосциальный желез, трихепотелиомы – такие пациенты к нам должны приходить не чаще одного раза в год. В заключении мне бы что хотелось напомнить. О том, что, конечно, очень хорошо, что у нас есть такая методика, неинвазивная дерматоскопия, которая нам помогает в диагностике образований. Но нельзя забывать и о клинических данных. Это сбор анамнеза подробный у пациента. Самое главное – полный осмотр пациента. Потому что часто пациент любит поднять кусочек рубашки или показать только образование, которое его беспокоит. Но мы обязаны все, всегда и всех пациентов полностью раздевать и делать вот такой вот чекап. Ну и дерматоскопия, конечно, это, наверное, для нас сегодня самый важный, неинвазивный метод исследования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!